Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Сегодня такая тема, которую, наверное, только ленивый уже не обсудил. Да, Газпром отказался выплачивать дивиденды. Акционеры Газпрома решили не получать дивиденды, отказаться. Что делать? На самом деле, почему произошло? Чего ожидать? Что прогнозировать? Что лично я делаю в такой ситуации? Как я смотрю на данную ситуацию? Что мне нравится, что не нравится? И что можно, в принципе, сделать при прочих равных условиях? Первое, то, что произошло, приняли закон в отношении Газпрома. Во-первых, ожидались по итогам 2021 года рекордные дивиденды. Там порядка 1-2 триллиона рублей Газпром должен был заплатить. Половина из которых только должно было достаться государству, потому что только половина акций принадлежит государству. Государство взяло все 1-2 триллиона рублей через дополнительные ДПИ. Принятие закона произошло. Ну и по итогам года акционеры не получили свои дивиденды. К этому можно относиться по-разному. Давайте про последствия 1-2-3 порядка. Ну, то есть, последствия 1-го порядка мы уже все наблюдали. Это слив Газпрома. То есть, компания сразу потеряла в цене 30%. Второе, ну, закон был временным. Хотя тоже и в России есть такая поговорка. Ничего нет более постоянного, чем временное. И мы тоже видим, что у нас тоже временное решение было о блокировке накопительной части пенсии, которое должно было быть, по идее, только до 2019 или 2018 года. И до сих пор это продлевается. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть, это доначислили НДПИ. Здесь нужно понимать непростую ситуацию, в которой оказалась Газпром. Здесь нужно посмотреть еще на геополитическую ситуацию, в которой мы оказываемся. Мы должны понимать, что Газпром в какой-то степени сейчас сокращает объемы экспорта газа в Европу. Как долго это продлится? И что является первопричиной? Но тут рассказать этого никто не может. Истину, наверное, знают только единицы. И, к сожалению, я к таким людям не отношусь и сразу это признаю. Один из любимых вопросов у меня сейчас – как может быть еще лучшее, что возможно в такой ситуации? Первое – найти альтернативу. Ну, то есть, если вот вам совсем не нравится, что происходит, ну, вы можете проголосовать и не инвестировать. Очень много было комментариев, кстати, вот в этом видео про недвижимость, когда я говорил о Газпром как альтернативе недвижимости, да, и люди говорили, вот на 30% просело. Я вам давайте задам такой вопрос, а вот представьте себе, недвижимость просела на 30%, причем за 2 дня на 37%. Ну, то есть, вы вот просто на рынке недвижимости, но есть квартиры, на которые вы смотрели, у которой срок окупаемости был там 3 года, ну, отношение дивидендной доходности, за которую вы можете ее сдавать. Вы смотрели, наблюдали за ней, и тут вы видите, что, знаете, есть там на ЦАНе такое, или где там из рук в руки цена на недвижимость упала, цена на ваше объявление упала на 37%. Ну, кто-то говорит, что это жопа у какие-то проблемы в России очень большие, может упасть еще на 30%, да, и не делает сделку. Я делаю, я, во-первых, немного покупаю. Это раз. Второе. В принципе, я не исключаю, что Газпром может упасть там еще до 150-160 рублей, там я куплю еще раз. Понимая при всем при том, что там справедливая стоимость Газпрому находится на уровне 600-700 рублей, сейчас я могу покупать по 200. И здесь получается, пускай я буду ждать этого 10 лет, но за 10 лет у меня капитал может увеличиться там в 3 раза. Это 300%. Верите ли вы в то, что недвижимость, которая там, многие за которую бьются, да, вырастет в 3 раза в следующие 10 лет? И какой денежный поток при этом будет? Временно денежного потока, да, конечно же, не будет. Второй момент. В акциях Газпрома, ну, то есть это прокси на российский рынок. Если мы говорим о нерезидентах, нерезиденты, они всегда, мы говорим о крупных международных фондах, физических лицах, которые инвестируют. Ну, то есть в России какие компании покупались? Лукойл, Газпром, Новотек, Сбербанк, наверное, и все. Ну, еще там металлурги. Металлурги сейчас неинтересны. Поэтому, если будет стоять вопрос о выпуске нерезидентов, при текущем курсе рубля можно, в принципе, выпустить нерезидентов, они будут распродавать Газпром, который отказался от выплаты дивидендов. Если Газпром не будет платить дивиденды, акция может уйти там и на 150-120 рублей. В принципе, можно было бы делать ход лошадью. Я бы, наверное, средства фонда национального благосостояния вложил бы в акции Газпрома там по 120-150 рублей. Почему нет? И после этого работал бы над корпоративной отчетностью, раскрытием информации. Память у инвесторов очень короткая. Вот я точно это знаю. И поэтому здесь нужно находиться на стороне, отлично от толпы. Толпа продает, это не нравится, все это говно. Вот когда я такие вещи вижу, да, я не говорю, что нужно на всю котлету покупать. Не то, что я отстаиваю свою позицию, я смотрю на некие разумные вещи. Основной риск, что в следующем году может так произойти, еще через год может такое произойти. Но нужно понимать одну простую вещь. Что долгосрочно поставки газа все равно будут. Долгосрочно рост капитализации компании, он будет выгоден акционеру. Долгосрочно управлять нужно. Но опять же, если вы в это не верите, если вы считаете, что это кидок, ну смотрите на компании, которые не поступают таким образом. В качестве альтернативы можно посмотреть на акции компании Новотека, которая не отказалась от дивидендов, которая в настоящий момент преимущественно экспорт его состоит в экспорте СПГ, жиженного природного газа. На рынке жиженного природного газа идет коллапс в настоящий момент, потому что там взорвался завод в Соединенных Штатах Америки, Европа недополучает значительную часть. У нас произошла национализация на Сахалине проекта, совместного с японцами, и в Японию перестали поставлять СПГ. Это выпало порядка 10% объема газа, который закупала Япония. Они теперь его не получают из России. Начинается конкуренция между Японией и Европой за СПГ. Количество транспортов, которые переводят газ, уже на всех не хватает. Цены на сплотовом рынке растут. Соответственно, бенефициаром в этом случае может выступить Новотек. В принципе, на перспективу 2022 года, 2023, вы можете в качестве альтернативы «Газпрому» посмотреть на акции компании Новотека. Опять же, исключать того, что будет какой-то дополнительный закон принят, дополнительный НДПИ для Новотека, есть риск? Есть. Но здесь очень важная история, на которую я хотел бы обратить внимание. То есть я сейчас вижу очень много негатива. Называют это по-разному. Вопрос же стоит в другом. Если выходить, то есть люди говорят «Все, трэш, я из этого выхожу, я в это не играю». Какие, в принципе, есть альтернативы? Ну окей. Все плохо, прибыли никакой не будет, дивиденды никто платить не будет, государство все будет изымать, все доходы, которые получают экспортеры. Окей, хорошо. Какая есть альтернатива? Вот лично у вас, вот вы сидите, вот вам волнует, вы сидите уже там вторую, третью неделю подряд, бумага в моменте ушла на минус 30%, вы гадаете, держать ее, покупать ее, продавать ее, преимущественно продает, потому что цена-то идет еще неже, да, то есть продают. В этом случае люди, я обращаюсь к тем, кто продает, вы куда эти деньги девать будете? Вы получите проданные рубли, вы продаете сейчас свои акции по 200 рублей, которые недавно стоили 300. Вы получите за каждую акцию «Газпрома» 200 рублей. Окей, вы что с ними делать, собираетесь? Акции «Новотека» покупать? Ну, он отсимметрил, соответственно, то есть люди более толковые, они уже в «Новотек» зашли, то есть вы уже будете сейчас премию платить. Вы что с этими деньгами? В недвижимость вкладывать? Ну, окей. Адепты недвижимости, привет, вкладывайте в недвижимость. Ну, кроме недвижимости, что еще? Понимаете, в периоды кризисов, которые грозят, которые мы видим, наблюдаем, да, по симптонам, очень важен вопрос управляемости, ликвидности ваших активов. Облигации покупать? Доллар покупать? Посмотрите, очень интересная ситуация. «Газпрома» полна 37%, и доллар вырос на 20%, и все это в течение одной недели произошло. Поэтому я считаю, и моя точка зрения, риски по-прежнему сохраняются, но других альтернатив я не вижу. Выводить деньги в иностранную инфраструктуру, лично я, лично я, да, это мое мнение, я не считаю, что оно единственное правильное, просто я для себя это принял. Риски инвестирования глобально я пока не принимаю для себя. Инвестировать на территорию России. На территории России, опять-таки, какие у меня есть альтернативы? Окей, в качестве альтернативы можно добавить новотека, можно добавить компаний металлургического сектора, потому что в металлургах сейчас очень сильно дисконтирован текущий курс рубля, потому что рубль крепкий, доллар слабый, металлурги российские не зарабатывают, те прибыли, которые были, они сейчас не получают. Это все дисконтировано в ценах, и в принципе, я считаю, что мы готовимся к тому, что будут не выпускать резидентов в начале осени. Ну, то есть, осень, она пройдет под эгидой выпуска нерезидентов, потому что к осени будут очень много негативных вещей на глобальном рынке, в первую очередь, это касается Америки, это касается Европы, там будут распродажи. В этот же самый период, если там будут распродажи, если ты не выпускаешь резидентов, ты опускаешь цены на акции российских компаний. И поэтому, еще раз, как я говорю, и много повторяю в последнее время на наших видео, уже в завтрашний день я смотрю с большим пессимизмом. То есть, акции российских компаний еще могут значительно упасть в цене. Но при этом, есть еще второй постулат, капитал идет всегда за денежными потоками. И в этом случае, я понимаю, что даже если акции у меня упадут в цене, у меня есть золото, у меня есть кэш, у меня есть купленные снова там по 51 рублю доллары, которые продавались по 120, я вооружен к тому, диверсификация и ребалансировка позволяют мне быть готовым к тому, что будет просадка. И эта же ребалансировка сейчас как раз таки приводит к тому, что из-за того, что я вынужден был купить валюту, потому что правила ребалансировки, я вынужден купить акции Газпрова, потому что правила ребалансировки. Просто есть какой-то неуправляемый и несистемный риск, а локация активов на газовый сектор должен быть, просто добавляю сюда новотек. Поэтому мы возвращаемся к тому, с чего начинали, с чего, о чем говорим последние три месяца. диверсификация, ребалансировка, никаких эмоций, никаких чувств. И по-разному можно относиться. Да, больно, да, неприятно. Но дело в том, что ту истерею, которую я вижу сейчас в информационном пространстве, кроме того, что она приведет к куче ошибок, которые вы сейчас сможете допустить, сделать и совершить, продав актив там на 30-40% ниже, чем вы его покупали, но это не совсем правильно. Поэтому делайте диверсификацию и делайте в текущий момент ежемесячную ребалансировку. Надеюсь, что данное видео было полезно, друзья. Это действительно я поделился собственным мнением. Не то, что кого-то успокаивать или сказать, что все у нас будет хорошо. Мы живем в этой реальности. То есть, понимаете, это все равно, чтобы попасть в шторм и жаловаться на то, что вал на вас прилетел с правой стороны, а не с левой, откуда вы его ждали. То есть, вопрос нужно принять ситуацию и изменить курс, чтобы этого не повторялось. Это, я говорю, это ребалансировка и диверсификация. Если вы этого еще не сделали, то как минимум сделайте. Если хотите это сделать грамотно, с учетом моего мнения, мнения экспертов компании Max Capital нашей, ссылка по данным видео. Мы недавно проводили съезд, где давали структуру портфеля антикризисного, где, куда, сколько нужно инвестировать, какие у нас есть следующие акции FANG 2.0, в следующие 10 лет станут лидерами по росту капитализации и почему. А также, соответственно, как пережить идеальный шторм в каких активах, то мы это обсуждали на нашем съезде. Запись данного съезда можно купить. Проходите по ссылочке. Более подробно узнайте, покупайте. Будет ценно и полезно для того, чтобы подготовиться к осени 2022 года. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok